Итак, идите, научите все народы. Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. Всем привет, это проект Деконструкция. Сегодня мы обсуждаем фильм Джима Хэнна «На последнее копье». И у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день. Здравствуйте. В 2005 году на экраны вышла американская приключенческая драма режиссера Джимми Хэннона «Последнее копье». Сюжет фильма описывает события, произошедшие в 1956 году. Пять молодых миссионеров отправляются в нетронутые цивилизации джунгли Эквадора, чтобы попытаться обратить в христианскую веру местных жителей, первобытное племя Ваурани. Путешествие заканчивается трагически. Все пятеро погибают, будучи заколоты копьями тех, до кого они хотели донести свет веры. Последовавшие за убийствами события, словно смерч, захватывают в свою воронку не только родственников погибших, но и народ Ваурани, безвозвратно меняя их жизни. Среди вовлеченных в последствия этих событий оказывается и главный герой повествования – индеец Минкаяни. Несмотря на неплохие отзывы зрителей и кинокритиков, фильм в мире собрал всего 12 миллионов долларов, при бюджете – в 10 миллионов. Я посмотрела этот фильм, и там вначале написано в титрах, что это основано на реальных событиях. Но большую ценность, наверное, он для меня приобрел, когда я посмотрела интервью участников реальных, которые участвовали в этих событиях и поняла, что все, что происходит в фильме, практически совпадало с реальностью. Ну, собственно, да. Меня тоже именно этим зацепило, потому что те актеры, которые там снимаются, индейцы, которые, они, собственно, по сути не играли, а они, в общем, жили, как живут. Хотя понятно, что сейчас эти индейцы уже гораздо более цивилизованные, но поскольку они не цивилизованными были вот только что недавно, то то, как они там двигаются, что-то там делают, какие-то дела, и как они себя вообще вот чувствуют и относятся к жизни – это прямо все родное и самое настоящее. Чем этот фильм выгоднейше отличается от многих других фильмов про индейцев, где их жизнь, она представлена с точки зрения каких-то там режиссеров, сценаристов европейских, или там североамериканских, ну, сашанских, которые вообще ничего не знают о индейцах, строго говоря. Ну, как если бы я начал снимать про инопланетян, да, вообще не знаю, кто это такие, а потом попреклили эти инопланетяне, стали смотреть, там, хвататься за голову. А тут, поскольку эти индейцы, они играют себя, то у них получается вполне себе. И действительно, всю конву событий они взяли близко к тексту, ну, вплоть там до каких-то деталей. То есть, кто что там, куда пошел, что сделал, что состворил. Ну, понятно, что история была сокращена, очевидным образом, потому что она длилась суммарно долго, на самом деле. И какие-то там начальные предпосылки были довольно сильно обрезаны. И последствия, кстати, убраны вообще практически полностью, что немаловажно. Но сами вот центральные события, они, да, воспроизведены практически один в один. Ну, насколько это вообще можно воспроизвести, потому что часть участников просто поубивали. И как они там что делали, мы теперь знаем, с трудом с некоторым. Но, по крайней мере, индейцы все родные. И они типажи подобрали более-менее реалистичные. Ну, правда, как? Индейцев они взяли все-таки не совсем тех, вот. Потому что, ну, прошло там сколько-то лет, и индейцы немножко отъелись. Это заметно. Потому что исходники, они были очень мелкие, они на границе с пигмейскими размерами. А в фильме они как-то так подросли немножечко. Ну, это мелочи деталей, в принципе, это уже так, придирки, можно сказать. По поводу объелись, как раз я смотрела документальное кино. И сын, как раз, который написал сценарий к этому фильму, рассказывал, что они одного из индейцев взяли в город. И когда он вернулся обратно в свое племя, рассказывал, им не нужно бегать по лесам, не нужно охотиться. У них есть специальные дома, набитые едой. И ты просто подходишь к девушке, она тебе улыбается, ты ей даешь, значит, какую-то карточку, она тебе потом ее обратно возвращает. И можно набрать еды сколько хочешь. И ему никто не верил в племени, говорил, такого быть не может, такого не существует. Это поразительно, насколько в 20 веке, ну, на тот момент, да, еще когда была эта история, они смогли сохранить такой менталитет и такую закрытость от общества. Ну, на самом деле, таких племен и сейчас хватает. Ну, не то чтобы их очень много, но они есть, которые, ну, не живут в товарно-денежных вот каких-то отношениях. Понятно, что у них очень такое наивное представление об этой карточке. И там, кстати, этот сын, когда интервью давал, он как раз немножко так усмехнулся и сказал, что, ну, вообще-то, чтобы я эту карточку дал, мне тоже немножко потрудиться надо. Но поскольку индейцы не в курсе про то, что есть там электронные какие-то там эти обмены, ну, там же электронная карточка, как вот индейцу объяснить, что там цифры, там цифровой код, и откуда он берется, и что для этого надо тоже что-то такое творить, и как-то деньги зарабатывать. Ну, потому что у них понятие работы и зарабатывать вообще, в принципе, отсутствует. Я думаю, у них слов в таких языке нет. И как бы он даже, если бы и понял... Да, мне кажется, это за гранью к мировоззрению. Ну да, то есть, как он бы, на каком бы языке он объяснил бы этим своим соплеменникам, даже если бы он понял, что вначале надо потрудиться, тебе там зачисляют какие-то баллы, условно, да, а потом ты их там тратишь, обмениваешь на еду. Но он бы даже этого не смог объяснить, потому что, что значит работать? То есть, у них, ну, все дела, они имеют вполне непосредственную, вот прямую цель, сиюминутную. То есть, он там, не знаю, плетет какую-нибудь сеть, получилась сеть. Он там ловит этой сетью рыбу, получил рыбу. Там делает наконечник копья, получилось копье. Кинул копье там в какой-нибудь топиро, получил мясо. Ну, то есть, вот от действия до результата, ну, совсем недалеко. А чтобы вначале надо пойти учиться, потом там работать, а потом там получить карточку. А для того, чтобы получить карточку, пойти в банк, оформить там кучу документов, да, для этого надо иметь там свидетельство о рождении, паспорт, там бог знает что еще. Ну, вот, и потом ты идешь и получаешь эту еду, вот, всю эту цепочку, это нереально. Ну, вот, это нам кажется, что оно как-то естественно, потому что мы там живем. А для индейца это необъяснимо. Поэтому, да, он приходит и получает, ну, он же не зарабатывал, ему же все на халяву было. Но, как раз история-то, она вообще реально больше. И индейцы-то, они таки цивилизовались. То есть, он-то им это рассказывал, когда они еще были реально дикими, а потом-то они в цивилизацию вошли. И вот это уже печальное продолжение, на самом деле. Ну, вот я как раз про это хотела спросить. Вы говорите, что сейчас многие индейские племена до сих пор живут такой закрытой, обособленной жизнью. Как вы считаете, насколько гуманно, например, конкретно на примере племени Вааданя, о котором рассказывается в фильме, насколько гуманно, когда европейцы вмешиваются в их жизнь, и их устой, обычаи, их культура, она полностью растворяется в европейской культуре? Ну, вот тут, как бы, диалектика. Потому что и в фильме, кстати говоря, о чем хорош фильм, там, в принципе, эта диалектика в некоторой степени сквозит. Ну, не то, что она прямо там говорится, да, но она сквозит. Потому что фильм-то начинается с дикой резни. Там, начало фильма, это когда индейцы друг друга мочат со страшной силой. Ну, собственно, там, последнее копье, даже название, да, и оно копье-то не только про то, что они миссионеров поубивали, а они еще и друг друга резали. Там же вот все, сплошная резня, резня, резня. И, с одной стороны, есть подход, что пусть они живут такой вот жизнью, близкой к природе, как они там из века в век жили, там, обычаи предков, там, трали-вали. Но это такое наивное представление о чудесной жизни на природе, что вот как им хорошо, и пусть оно так в век продолжается, патриархальный строй. Однако же те, кто так рассуждают, сами-то вообще-то не стремятся так жить. И эти миссионеры тоже, они, конечно, туда приехали и жили, но они жили-то не первобытной жизнью. Потому что там даже, кстати, в фильме тоже показано, что они там кучу бархла притащили, сразу там какие-то ящики, там, сундуки и всякие там блага цивилизации. То есть они не готовы добывать какие-то корешки, ловить рыбу, стрелять птиц там с деревьев, да, там, вязать руками там все эти какие-то вещи. Вот, они приехали в европейской одежде, прилетели туда вообще на самолете на всякий случай, да, там, ну, дома им уже готовые были, они там тоже сами эти миссионеры не строили ничего. Ну, там так что-то там изображали, может быть, немножко, но своими руками-то они мало чего делали, вообще миссионеры чего-нибудь своими руками когда делали. Ну, вот, и поэтому так хорошо со стороны рассуждать, а вникать в эту жизнь, как бы, да, и углубляться в нее, они никто не хотят, они ее все-таки меняют. И, ну, вот эта первобытная жизнь, от нее не оторвать всех других минусов, которые там есть. То есть то, что там есть резня, которая начинается, да, то, что периодически они там недоедают, то, что вот он рассказывал, что вот там можно в магазине брать сколько еды, там, сколько захочешь. Это их удивляло-то не только потому, что можно брать. Поэтому люди такие толстые, там, он сказал, еще отъевшиеся. Ну, да, но брать-то они в природе и так берут, они что, платят, что ли? Вот, их как раз поражало-то не то, что можно за бесплатно брать, не в этом было удивление, а в том, что сколько захочешь, можно брать, и что его много и бесконечное количество. Ну, то, что берут-то они и так за бесплатно, что в джунглях, а какие деньги-то. Ну вот просто там ограниченное количество, а тут можно неограниченное количество. Ну это там такой миф о Золотом веке, который реализовался, и вот прямо воплоти, как бы, да, оно вправду такое бывает, надо же, только в сказках было. А миф о Золотом веке-то он был во все времена, там, хоть в Средневековье, хоть в Атичности, там, когда угодно и у кого угодно, у всех народов мира. Но у них есть ограниченность ресурсов, и у них периодически бывает голод. Даже в тропиках, где, казалось бы, все вот оно растет, да, но белковое голодание, там вообще не такое уж удивление. И для того, чтобы что-то получить, пусть они там немного времени тратят, но надо постараться. А тут как бы не надо стараться, пришел в магазин и забрал, да. Но у них нет разделения труда никакого особого, ну там немножко по минимуму есть, поэтому каждый должен непрерывно напрягаться, чтобы остаться сытым и чтобы вообще не помереть с голоду. Если он немножко расслабится, ну какое-то время он притянет там на взаимопомощи, да, ну ему там с голоду помереть, наверное, не дадут просто так сразу. Но если он долго будет на все забивать, он реально помрет с голоду просто. Потому что если он себя обеспечивать не будет, ну там родственники его как-то будут делиться, конечно, но не бесконечно. И чтобы у него была там одежда, допустим, да, ну у них там минимум, конечно, одежда, но что-то там есть. Вот, чтобы там были какие-то украшения, чтобы было оружие, там все эти луки, стрелы, копья. Ну там, кстати, с луками их не напряженка, но копья у них там преимущественная. Ну вот это все тоже надо делать, это надо делать своими руками. Вот мы с вами ничего не делаем руками, да, то есть у нас одежда, пошли в магазин, купили. Там стул, на котором сижу, кто-то где-то там сварил. Ну там здание, которое вокруг нас, да, там всякие эти осветительные приборы, камеры, которые нас снимают. Ну вот это все где-то кто-то сделал. Ну вот, а мы с вами бездельники ничего не делаем, сидим, трыдим. Ну вот, но у нас есть разделение труда в обществе. У детцев этого нет, каждый должен своими руками делать. Но мы не хотим так. И наше вот это разделение труда дает гораздо больше эффект, суммарно, на самом деле. Потому что в итоге у нас всякого и барахла, и вещей, и видов деятельности, и возможностей. И вообще, да, реализоваться намного-намного больше. Поэтому, с одной стороны, как бы прикольно смотреть на диких индейцев, но когда сам не дикий индейец. А дикие индейцы, почему они так быстро в цивилизацию-то вливаются? Что они тоже очень быстро соображают, как лучше. И даже когда они вливаются и становятся какими-то непонятными бомжами на окраинах городов, и живут в каких-то холупах непонятных, ну, чуть ли не на помойке, да, все равно они предпочитают так, нежели в лесу. И это само по себе показательно. То есть они тоже могут спустя некоторое время ностальгически вспоминать, а вот как было здорово, когда мы сидели в лесу, и как у нас все было хорошо, и близко к природе. Но это когда они уже оторвутся от этого леса и забудут, как там было на самом деле. Вот тогда они начинают тосковать и рассуждать. Это, кстати, не только ведь у индейцев. Такие истории есть и у австралийских аборигенов, когда тоже вначале они жили там в этой, в помпасах, значит, да, потом стали бомжами в пригородах, там, каких-то непонятных, каких-то холупах жить, жестяных, ну вот, а потом у них пошла такая ностальгия и нотуризация, и были даже идеи, а давайте снова вернемся, значит, обратно в саванну и будем там бегать по прериям, значит, да, там, по этим пустыням и охотиться на бандикутов. И некоторые даже пытались так вернуться, но только, опять же, не с бумерангами, не с копьями, а все-таки с винтовками, и надолго их, как правило, не хватало никогда. И они довольно быстро на все это снова забивали и становились там фермерами какими-нибудь, или там рабочими, ну или вообще там, ну, как-то более-менее все-таки цивилизовались. И сейчас аборигены, ну, в среднем все-таки достаточно цивилизованные люди. Ну, вот и у североамериканских индейцев такие идеи были, что давайте забьем на цивилизацию, вернемся обратно. Вот в этом смысле крайне показательное воспоминание индейцев, написанное в 19 веке о жизни как бы на природе, да, и уже где-нибудь в 20 веке, ну, это не те же люди, понятно, там, потомки, и это разительно отличается. То есть те, которые вот еще в 19 веке, они стремились в цивилизацию, и они прекрасно понимали, что такое жизнь в лесу или там в прериях каких-нибудь. А те, которые в 20 веке, которые сидят уже в резервациях, они говорили, да, как хорошо было бы, ну, у них прям такие мифологические представления, как было здорово. Но просто те без конца друг друга убивали и все время голодали, и все время мерзли или там жарились, вот. А эти уже цивилизовались, и им уже вот хочется чего-то такого и этакого. А то, чтобы достичь цивилизационного уровня нормального через труд надо, у них еще в голову не пришло, ну, если это еще там начало-середине 20 века. А потом уже пришло, и они уже и не жалуются, и уже живут хорошо. Ну, вот. И вот эти индейцы, которые в фильме про копье, последнее, сломанное, они как раз вот на той стадии, которая вот с первого уровня на второй. То есть, когда первый уровень, когда они вот дикие и вообще ничего про цивилизацию не знают. Второй уровень, когда они влились, но еще не понимают, что происходит, и как стать цивилизованным, они еще не в курсе, им толком тоже не объяснили. То есть, они видят, что да, оно есть, но откуда оно такое берется, вот это все изобилие в магазине, да, там, откуда вот все эти дома, дороги, одежда, самолеты. Они вообще без понятия, это магия. А третий уровень, это когда они уже все цивилизованные, когда они уже понимают, что к чему, куда бежать, что делать, как этого всего достичь. Но это уже следующий уровень, ну, до которого надо еще дорасти. Просто наша цивилизация к этому пришла постепенно, плавно и непрерывно на протяжении столетий, и для нас это как-то естественно. Ну, мы рождаемся, и вокруг нас все это есть. То есть, всем понятно, что надо, там, ясли, детсад, ну, сейчас, если, по-моему, даже не бывает толком, да, потом там школа, ну, желательно университет, хотя, в общем, тоже не обязательно, ну, вот, какое-то там профобучение, так или иначе, и тогда жизнь наладится, и все будет хорошо. А для детцев это не очевидно ни разу. Для него очевидно, что надо взять копье и кого-нибудь прибить. Но они от копья до цивилизации довольно быстро прошли. Так вот, в этом-то и проблема, что они туда прыгнули. Лет 20-30, да, примерно. Они вообще не прошли. Они не прошли. У них не было своего внутреннего развития. Ну, это как у Стругацких, там, да, улитка на склоне, там, все вот эти дела. Что, там, прилетели инопланетяне нагадили, и вот теперь разбирайтесь с этим всем. Что произошло, непонятно. Вот, и для чего вот эти все прибомбаться, вообще совершенно не ясно. Потому что они сами, индейцы, этого всего не изобретали. Как работает самолет, ну, как стать пилотом, да, они вообще не в курсе, потому что они не проходили этот эволюционный путь. Ну, эволюционный не в биологическом смысле, а в культурном. Их туда бросили. Вот, причем бросили достаточно искусственно, на самом деле. Ну, чем отличается цивилизация от цивилизации вот этих вот дикарей в Америке и, допустим, у нас. То есть у нас еще там в царские времена пытались как-то там цивилизовать, да, всяких этих диких тунгусов, ныне диких, ну, ныне уже не диких. Ну, вот, а в советское время и подавно. Там красный чум, там какой-нибудь там чумчитальня, там, да, перевозной там на полозьях. Школы в тундре открывали, ну, и там не только в тундре, да, в тайге там где-нибудь. Ну, вот, и пытались прям вот цивилизовать, обучить, возили в города, давали образование там по упрощенной схеме. Ну, и до сих пор такое есть для детей малых народов. Поступление идет по разнарядке, как бы, да, им отдельные места выделяют. Ну, потому что понятно, что если человек родился в тундре и с детства пас оленей, то ему труднее будет поступить в вуз, чем, как бы, человеку, который в городе учился, да, и вокруг него все это было. Ну, вот, ну, поэтому есть какие-то вот льготы, ну, вот, это оправданно, это вполне нормально, и действительно, как бы, цивилизация приходит, ну, и, глядишь, сейчас уже вот у нас диких людей-то нету. То есть, ну, тунгус уже не дикий, это уже нормально, связанные люди, ничем от других не отличаются. Ну, вот, ну, у нас для этого 100 лет понадобилось, по сути дела. Ну, еще в царское время все это началось более-менее, да, в советское время ускорилось, и где-то вот к концу 20 века до кондиции дошли. Ну, вот, и то еще местами отголоски дикости сохраняются, так или иначе. И обратно откатиться, кстати, несложно, на самом деле, как всякие окраины периодически показывают. Ну, вот, а в Латинской Америке, ну, и, кстати, и в Северной то же самое, там никто так целенаправленно особо их не пытался цивилизовать. Ну, в Северной Америке, в США и в Канаде там пытались их в интернаты загонять, но про это есть, кстати, отдельные фильмы, там, такая жесть творилась, что лучше бы и не загоняли. Ну, вот, а в Латинской Америке там правительству, я так понимаю, было в большой степени наплевать на всех этих дикарей, как бы они просто мешали грабить ресурсы. Ну, то есть там как ангивея растет, да, там какие-то месторождения, там, каких-нибудь бриллиантов, там, золота, там, чего-то еще, и тут какие-то дикари с копьями, елки-палки, да. Ну, и получается, что единственные, кто заботился о их каком-то, какой-то цивилизации, это миссионеры. А миссионеры, они заботились не о том, чтобы те стали грамотными, современными, образованными людьми, а в том, чтобы они в Бога поверили. Ну, вот, то есть им чисто религиозная сторона. А, как бы, вера в Бога, это, ну, как бы элемент цивилизации, конечно, да, оно такое, как бы, крайне специфическое, я бы сказал, потому что у индейцев тоже какие-то свои там духи были. Ну, то есть их заставили, как бы, забыть свои верования и перейти в другие верования. Ну, для этого их, конечно, научили читать, там, по минимуму, но так тоже. Вот, но читать Библию. Ну, в этом смысле есть полезный, конечно, полезный выход из этого, потому что Библия переведена усилиями миссионеров на, там, чуть ли не все языки планеты, и у нас есть универсальное сравнение всех языков, ну, по тексту Библии. То есть текст один и тот же, но переведено на кучу-кучу языков. Ну, вот, это, да, это плюс. Можно, там, массу всяких сравнительных исследований проводить по этому поводу. Но с точки зрения самих индейцев, им, как бы, это мало чего дало. Ну, потому что, ну, да, как бы, были у них свои верования, стали другие. Раньше они считали, что, там, соседа надо прибить скорее, теперь они его надо любить. Но почему его надо любить, им не очевидно совершенно. Ну, с какой стати, как бы, да. Тем более, что соседи-то могут оставаться по-прежнему дикими, и их-то, может быть, и надо любить, да, они тебя копьем проткнут, что в фильме и происходит, в общем-то. И как-то это вот, ну, нелонично вообще. То есть это вывих мозга получается. А жизнь, она не складывается из того, что человек молится и, там, какие-то обряды соблюдает. Ну, то есть, на самом деле, то, что надо трудиться, то, что надо получать образование, то, что надо как-то, там, постигать мироздание, общаться с другими людьми и получать, там, массу всякой другой информации, это-то мимо проходит. Ну, это в религии вообще не входит, как бы, да, и миссионеры об этом не парились. Тем более, что, заметьте, миссионеры, они сами-то тоже, ну, не то чтобы они, там, инженеры какие-нибудь ученые были, да, или, там, искусствоведы, творцы, вот, они, как бы, узконаправленные вкладыватели в мозг своей религиозной картины мира, своей религии, все. Вот, причем там еще, как правило, миссионеры-то тоже, ну, не из центральных каких-то этих вариантов христианства, там сплошь и рядом миссионеры-то какие-то сектантские сами по себе. По поводу фанатиков, во-первых, это в фильме, да, видно, когда главный герой говорит своему сыну, что он не будет стрелять в индейцев, поскольку они еще не готовы к раю, а мы готовы. И плюс я еще смотрела интервью жен, тех, кого убили, и меня поразило, я вот с такими круглыми глазами смотрела, потому что они настолько помешаны на религии, и они абсолютно нормально относились к тому, что их мужа убили, они считали во имя Христа, во имя Господа Бога, это ради того, чтобы христианство распространилось на многие территории, и они абсолютно дружественно относились к этим племенам, которые вроде бы убили их самых близких людей. И даже один из внуков говорил, что он убийцу называет своим дедушкой, и он, значит, приглашал его там к себе, когда он заканчивал институт на выпускной вечер, они дружили, они друг друга любили, уважали, и это был один из самых его близких людей. Для меня, для моего менталитета это совершенно непонятно, как я могу нормально относиться к человеку, который там убил моего отца, и называть его близким человеком только ради того, что мы распространили христианство. Ну, фанатики, они есть фанатики. Ну, это, кстати, заодно показывает, как на самом деле они там друг друга любили, то есть, видимо, не так уж прямо они друг друга там и любят внутри своей секты. То есть для них религиозные догмы оказываются гораздо важнее, чем внутреннее общение. Ну, собственно, неспроста эти самые религиозные фанатики, они никогда не образуют какого-то мощного государства и какого-то большого объединения. То есть они внутри себя-то раздроблены, строго говоря. То есть они готовы празелитством вот этим заниматься, празелитизмом, и распространять свои какие-то там суперидеи. Но внутри себя-то они не очень друг друга любят, и там убили, и фиг с ним. Зато мы еще одно время себе привлекли. Прославили Господа Бога. Да, вот. Но это и есть фанатизм, собственно. То есть это же не то, что какие-то там центральные вот эти религии, которые более-менее все-таки сбалансированные. Ну, там, католицизм, православие, да, они все-таки нашли какой-то более-менее баланс, где они и себя внутри как бы содержат в порядке, да, и вокруг как-то более-менее распространяются, и, ну, как-то более-менее работает все. Вот. А это действительно секты. Вот. Их же бесконечное количество. А индейцы в это все не вникают, заметьте. То есть индейцы-то вообще без понятия. Для них, ну, даже не то, что индейцев-то, для большинства наших соотечественников разница между католицизмом и православием далеко не очевидна, честно говоря. Ну, вот. Я, честно говоря, вот так, в общем и целом знаю, что там есть Папа Римский, да, у нас там патриарх. Но так, если человек там сильно не углублен в какие-то вот эти религиозные дебри, он тоже не сможет четко, внятно сформулировать, в чем, собственно, глубокие различия. Вот. А с точки зрения индейцев это еще меньше разницы. То есть для них-то это христианство, это что-то такое туманное и непонятное со стороны. Вот. И то, что к ним приезжают фанатики, для них вообще ни разу не очевидно. Потому что для них вообще идея монотеизма и какого-то единой какой-то религии объединенной, которая сцементирует общество, это вообще что-то сверхъестественное. Потому что для них религия никогда не играла такой центральной роли, как для, собственно, этих самых христиан. Ну вот это эти фанатики, они сдвинутые на религии, и они кроме религии ничего им не надо другого. Ну вот, тем более, что они же сами-то, как я уже говорил, бездельники, строго говоря, сами миссионеры-то, они же ничего не делают. Ну, на самолете они прилетели, они же не сделали этот самолет, да. Ну вот, они его получили на халяву фактически. И в этом смысле, как бы, одни дикари столкнулись с другими дикарями, строго говоря. Но только дикари, которые из джунглей, они хотя бы еще и руками умеют делать, и они от своей деятельности зависят. А эти просто паразитическая настройка на обществе, которая использует достижения всего остального общества, чтобы распространять свои идеи, которые благополучию общества не способствуют, заметьте, ну, хотя бы по тому факту, что их часть поубивали вообще. То есть, ну, как вообще это способствует благополучию общества, если их мужиков всех поубивали, индейцы превратились в бомжей и свободных людей, да. Как бы, в чем плюс вообще? А я еще, знаете, не поняла, я так понимаю, что все, кто попадал до этого к племени Вааданя, не осталось в живых. Они были довольно кровожадные. Ну, не совсем так, потому что туда просто никто особо не лез. Вообще, для любого первобытного общества, для любой первобытной группы, естественно, убивать чужаков. Если это какие-то левые, там, товарищи пришли, а у нас ресурсов на себя не хватает, там даже, вот, опять же, начало фильма-то, да, когда там две группы индейцев режут друг друга, вот, и для нас, как бы, это все индейцы, а для них это не все индейцы. Это вот этот род, этот род. Даже если они на одном языке говорят, и даже если они там родственники, да, для них все равно. Это моя семья, это не моя семья. И для них это, естественно, вот эта резня. Ну, вот, а то, что пришли какие-то вообще другие люди, по-другому одеты, это вообще не факт, что люди. Ну, это очевидно, что их надо убить. Ну, вот, поэтому то, что там кого-то убивали, ну, это само собой разумеется. А где оно по-другому, когда было-то? Ну, вот, оно и в других, на других территориях то же самое. Вот, а с другой же стороны, когда вот эти жены убиенных, да, заселились к этим индейцам... Как они вообще решили пойти? Всех мужей перебили? Нет, ну, это-то, как они решили пойти, потому что у них крыша не в порядке. Нет, ладно, они пошли, но они с собой взяли детей, они прекрасно понимали, что они рискуют жизнью маленьких ребятишек. Это просто показывает, что они неадекватные, просто вот эти тетки, просто неадекватные тетки, которые вообще мало представляли, что происходит. Они хуже индейцев понимали, строго говоря, что происходит. У них была своя идея фикс, все, как бы на этом идея кончается. Если кто в это не верит, я советую интервью посмотреть этих теток, оно есть в интернете, это поразительно. Но для меня тут показательнее как раз поведение индейцев. То есть индейцы-то как раз теток не убили, детишек не убили, и, между прочим, тетки-то пришли, они не своими руками все несли. Там, кстати, тоже это замечательно показано в фильме, там же к ним прилагались мужики с винтовками, которые там с ящиками еще там тащили всякое барахло. Ну, вот, и они, конечно, там озираясь и шугаясь, ну, и понимая, что им сейчас копье может в спину прилететь. Но все-таки ушли безнаказанно. И из вот этого сопровождения-то никто не пострадал, на самом деле. Вот, и тетки не пострадали. Что показывает, что индейцы не такие уж прям кровожадные. То есть они, конечно, для них естественно всех других прибивать. Но когда вот случается что-то такое необычайное, да, приперлись какие-то тетки, заселились вообще без всякого спроса. Никто их, между прочим, не звал вот так на всякий случай. Ну, вот, ну, индейцы настолько офигели, что как-то даже растерялись и даже как-то вот не убили никого. И то, что они прибили вот этих миссионеров вначале, там в немало степени было вызвано поведением самих миссионеров. Потому что, ну, они вести себя тоже, мягко говоря, неадекватно. То есть что там, какого-то чувака там прокатили на самолете, да, ну, как-то пришли вообще, ну, не по понятиям абсолютно. То есть для того, чтобы индейцы не убили, ну, надо вести себя как правильный индейец. Ну, индейцы тоже ведь убивают там не всех. То есть чужака убить нормально, но потому что он чужак. А если он покажет, что он не такой же прямой чужой и что он чем-то полезен, то как бы его и не убьют. Ну, если он там, не знаю, придет, он с бусами с какими-нибудь, да, там соблюдет какие-то там обряды, ну, там, споет какую-нибудь приветственную песенку, там, ну, какие-то у них есть свои внутренние системы упорядоченные. Ну, дипломатия своя, первобытная. А миссионеры плевать хотели на всю эту первобытную дипломатию. Ну, вот им это вообще нафиг не надо. Потому что они считают себя выше, потому что они высшие существа, а это дикари. Ну, вот, и вот мнение этих первобытных каких-то чуваков с копиями для миссионеров вообще ничто. Потому что они-то христиане, а эти какие-то там язычники. Ну, вот, и получили. Ну, смотрите, а участники как раз, кто убивал этих мужчин, у них тоже брали интервью, Петя, возвращаюсь. И они рассказывают, что они действительно обманули свое племя и сказали, что он домогался к одной из сестер. Вот, а там же был такой любовный треугольник. У него было до этого две жены, он, по-моему, хотел взять третью. Хотя у них многоженство не запрещено, я так понимаю. И многомужество, по-моему, тоже не запрещено. И рассказывало, что он вторую жену вообще утопил. Это было на самом деле. Это в кино, по-моему, не показано, насколько. Вот, и он рассказывает, что он вторую жену точно утопил, хотел взять третью в жены. У них был спор-скандал. И действительно, на фоне обмана они убили этих миссионеров. Что тоже, наверное, как-то доказывает их некую гуманность. Ну, миссионеры просто, да, я говорю, они влезли, не разбираясь вообще, куда они лезут. Ну, и отхватили. Вот, просто они не учли, что у индейцев, да, там могут быть какие-то свои интересы, свои какие-то любовные треугольники. Что у них какие-то там сложные отношения между этими группами. Что это все не просто одно племя. Это с точки зрения миссионеров и нас, как бы, это племя, да, в Адане. А на самом деле это какая-то куча кланов, которые между собой там тоже что-то такое делят. Ну, и просто это классика жанра, что в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Вот, а эти влезли. И мало того, что они пришли с своим уставом, да, конечно, устав агрессивно навязали и всех заставили там перекреститься, да. Ну, с их точки зрения они там всех ввели в рай, но, как бы, с точки зрения индейцев, это было не совсем так. Ну, вот, индейцы, ну, поступили, как они всегда поступали. Ну, вот, то есть, ну, вот если к вам в квартиру кто-то припрется и начнет говорить, что вы там вообще никто, да, и он сейчас вам покажет, как правильно жить, ну, что вы с ним сделать, ну, вы, конечно, может, его не убьете. Ну, убивать точно не буду. Вот, но, по крайней мере, выприте его уж наверняка. Вот, а вряд ли вы его там посадите на кухню, начнете его там чаем угощать, да, с печеньками. Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, если он вас там отпихает в угол, скажет, смотрите, как надо, и начнет вам сейчас там командовать. Ну, вот, миссионеры повели себя именно так. Ну, это классика жанра. Ну, собственно, миссионеры во все времена так себя вели. Ну, это вот там с античности, опять же, да, там, когда хоть какой-то там появилась центральная религия, всегда так делали. Ну, вот, но просто раньше это делалось уж совсем топорно, когда какие-нибудь там эти конкистадоры приехали, да, там, с саблями всех порубили, кого там не надо сожгли, кого-то там перекрестили насильно, а если он там что-то там посмотрел косо, да, его, опять же, там, руки отрубили, глаза выковали, нос отрезали, и все, вот, это ему правильное наказание. Вот, а если вы его успели перед этим перекрестить, то его там милостердно задушили, там, ну, вот, там, палочкой с веревочкой. Ну, вот, тогда делалось совсем по-простому. Вот, а современный вот этот миссионер 20 века, ну, так уже они делать не могут, как там в каком-нибудь 16 веке, ну, вот, ну, поэтому они изображают из себя гуманность. Но результат-то, в общем, то же самый. То есть это разрушение исконного уклада и, как бы, деградация всей родной культуры. Вот, но, возвращаясь к началу разговора, с точки зрения индейцев, которые в этом вообще ничего не шарят, вообще не понимают, что происходит, вот, они-то видят другие вещи. Им все вот эти назидания про какого-то там Христа и так далее, ну, честно говоря, довольно-таки до лампочки. То есть они понимают, что что-то такое важное, да, но там еще языковой барьер же есть, и так они все это понимают. Ну, вот, а для них-то важнее материальная сторона, на самом деле. Про то, как надо жить, они без миссионеров разберутся, они все это знают. Почему, кстати, в итоге-то, ну, сколько мы не смотрели на вот эту деятельность без миссионеров, как правило, там христианство-то получается очень такое специфическое на выходе. То есть оно как бы христианство, и оно иногда еще такое, какое-то такое мега-христианство получается, но обязательно какой-нибудь культ черепа прилагается, какой-нибудь культ кукурузы, там еще что-нибудь такое. И там такая смесь дикая выходит на выходе, ну, в Мексике сейчас, да, там такое странное христианство. То есть с одной стороны они вроде как католики, такие прям ярые, а с другой стороны у них вот эти обряды, там как посмотришь, елки-палки, там половина от майя, или там от инков каких-нибудь, ну, там в зависимости от местности. А вот у диких индейцев, которые там не майя, не ацтеки, а вообще из лесу, там в большей степени еще это выражено. А с точки зрения индейцев-то важнее были как раз всякие вещи, ништяки. То есть им то, что эти проповедуют Христа, как раз не сильно ничего удивляло, ну, потому что им плевать на это было. А вот то, что можно жертвы набрать до бесконечности, вот это да, это какая-то вообще сказка, даже верить не хочется. Вот, но вот человек говорит, да, а потом они приходят в город, и правда видят, что так и правда происходит. Вот, но оно так не работает, потому что они-то понимают неправильно, не только на самом деле. Ну вот, и им жизнь в безопасности, когда не надо бояться, что тебе там копье в спину воткнется, да, в каждую секунду, когда еды достаточно много, ну, когда порядок какой-то есть, для них вот эти стороны важнее. Вот, а как это там связано с христианством или не связано, им это-то уж совсем какая-то философия непонятная. Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским. В Ауране, показанные в фильме, небольшой индейский народ, проживающий на территории Восточного Эквадора, в междуречье Напо и Курарай. Особенностью племени является низкий рост. В среднем у мужчин метр пятьдесят четыре, а у женщин метр сорок четыре сантиметра. В племени есть традиция. Перед тем, как начнется охота или рыбалка, шаман общины молится целый день, чтобы обеспечить успех. В 1990 году в Ауране получили право на закрепленную за коренным населением резервацию площадью примерно в шесть тысяч квадратных километров. Статус национального парка Ясуни, часть которого пересекается по территории с данной резервацией, гарантирует неприкосновенность биологической среды. Также правительство Эквадора создало запретную зону, чтобы граждане не становились жертвами, ушедшей в джунгли части в Ауране, охотников тагаери. Можете рассказать про их образ жизни и откуда вообще растут ноги? Например, там есть сцена, где убивают одного из воинов, и он при смерти говорит, положите моего ребенка со мной в могилу. И они, я читала, они действительно своих детей при смерти отца закапывали с ним. Для чего это делалось, при том, что у них популяция и так сокращалась из-за постоянных междоусобиц? Ну, конкретно вот этот обряд я не знаю, честно говоря, почему они так делали, как они аргументировали. А какие еще обряды были? Я даже не уверен, что они сами бы внятно смогли объяснить, если бы их прямым текстом спросить. То есть родители так делали, мы тоже так будем делать? Да, практически всегда так бывает, что деды делали, отцы делали, я там детям завещаю и внукам тоже. Оно и во всех, а оно и в христианстве, что не так, что ли? А почему вот так? А потому что в Библии написано. А почему в Библии написано? А вот потому что написано. И только потом какой-нибудь там фрезер пишет там золотую ветвь, да, и разбирает, как оно там от каменного века там такое возникло. Но обряды, вот эти религиозные, да, мистические, они никогда практически не имеют какого-то внятного обоснования. Нигде на планете. Но то это и религия по определению. То есть если бы это не было религией, вот тогда бы было, да, обоснование. Зачем точить копье? Чтобы оно было острое, чтобы втыкалось. Почему у него центр тяжести впереди? Чтобы летело правильно. Вот это да, тут физика работает. А тут не физика, тут метафизика. Поэтому логики никакой нет. Вот. А то, что не будет потомства, ну, у него пять жен, ну, или там три, допустим, или две, да, и у него этих детей, да, и у него этого закопают. Ну, вот, ну, там душа, там что-нибудь такое. Но он какое-нибудь объяснение даже, может, и скажет. Еще в фильме то, что он перешагнет через змея, тоже я не поняла, что это значит. А это и вы не поймете никогда. То есть если вы возьмете любой свод каких-то вот таких религиозных установлений, ну, это будет просто набор каких-то случайных вещей, которые, ну, имели какое-то основание, может быть, там, да, человек шел, споткнулся, и с тех пор он там не перешагивает там через что-нибудь, потому что споткнулся. Вот. Но это нету какого-то правильного обоснования, потому что его, в принципе, не существовало с самого начала. Ну, вот. И попытка иррационализации, она бессмысленная, потому что, ну, это метафизика, это не о смыслах, а о каких-то хотелках. Ну, вот. Поэтому верование у них есть, но в таких первобытных обществах вот этот свод установлений и ворований, он никогда не бывает жестко заданным, потому что письменности нет, и все передается сугубо из устно, от отца к сыну, по сути дела, да, и от матери к дочери. Ну, вот. Поэтому вот как родители сказали, так и будет. И с одной стороны, это дает некоторую глобальную устойчивость системы, ну, потому что людей не так много, и все примерно одно и то же слышат. Ну, общество ограниченное, да, и эта традиция, она примерно одна и та же. А с другой стороны, парадоксальным образом, ну, так, сугубо диагалактически, дает необычайный спектр вариантов. Потому что вот здесь он говорил отцу, отец сыну, и там что-то, не знаю, какой-нибудь пульки там выпил побольше, и невнятно говорил, и сын что-то там не так понял, да, а этот другими словами сказал, и там сын по-другому понял. И поэтому каждый клан может немножечко что-то по-своему иметь. Причем, если вы их будете спрашивать, они вам искренне на голубом глазу расскажут, что все вода, они ведут себя одинаково. А если вы в качестве этнографа приедете и поживете вот с этой группой и с этой группой, увидите, что в каких-то мелочах они ведут себя сильно неодинаково. То есть, может быть, на обезьяны не охотятся одинаково, ну, потому что это, опять же, поведение обезьян и физика копья, она одинаковая, да. И тут, да, методы охоты, у них, скорее всего, будут одни и те же. А вот какие-то эти религиозные, какие-то вот эти семиминутные вещи, они будут очень плавать. И у них не будет нормального какого-то жестко заданного там пантеона духов, у них не будет жестко заданного цикла обрядов каких-то, потому что, ну, здесь сделали так, а здесь у нас ситуация поменялась, а сделали по-другому. Потому что здесь был дух вот этой, какой-нибудь сейбы, да, а здесь вот этой вот. И они разные духи, поэтому чего к ним одинаково подходить. Это только когда появляется уже нормальная монотеистическая религия с писанным сводом законов и профессиональные жрецы, и профессиональные какие-нибудь эти миссионеры, которые прочитали в книжке и делают по методичке. Вот надо делать так-то, потому что надо, потому что в книжке написано буковками геометрической формы. Ну и голова уже квадратная, и они по-другому не могут. Потому что если по-другому, то мы про позицию знаем. А смотрите про то, как написано. В фильме говорится о том, что они перевели Библию на их язык. У них нет письменности. Куда они переводили, для чего? Создали письменность. Миссионеры создали. Миссионеры создали. Другое дело, что индейцы эту письменность не используют никак. То есть миссионеры-то создали, а индейцы про это могут особо и не знать. То есть понятно, что цель миссионеров вдолбить в головы свою религию вот этим индейцам. Поэтому они переводят, чтобы обучать. Они строят какие-то сараи, сгоняют туда этих детей и им втюхивают свою религию. Ну и втюхивать надо на родном языке, потому что дети знают только родной язык, они никакого ни английского, ни испанского не знают, естественно. Португальского, если в Бразилии дело происходит, неважно. Они только свой родной, ну надо перевести. А чтобы переводить, надо его как-то формализовать. У миссионеров-то мысль идет сразу, надо письменность создать. Они создают письменность. Но индейцы этим практически не пользуются, потому что, во-первых, надобности нет. Зачем? Ну, то есть Библию они читают, да, потом после этого. Ну, там обязательно найдется в племени какой-нибудь тоже маниакальный там празелит такой, который, ааа, надо же, новая религия. И он в нее углубляется, и потом еще сам начинает преповедовать круче, чем эти миссионеры, на самом деле. Ну, тем более, что он еще на местном уровне все соображает лучше. Но большинству индейцев это не надо, потому что зачем? Даже если они поймут преимущество письменности, они очень быстро перейдут на какой-то государственный местный язык, ну, там, испанский, допустим. Потому что с другими людьми-то они на каком будут общаться языке? На вот этом своем, на котором говорит 200 человек? Зачем им это надо? Вот, естественно, они очень быстро теряют свой язык и переходят на другой. Это не только у индейцев, это, опять же, у кого угодно. Это и у нас, там, куча языков, да, вот этих малочисленных народов. Она исчезает не потому, что их, там, истребляют, и, там, из винтовок отстреливают, а потому что, ну, допустим, есть кеты где-нибудь на Енисеи. Их, там, сколько-то там, пару тысяч человек, и несколько человек буквально знают этот свой кетский язык. Ну, там, считанные единицы людей знают. Потому что, а с кем они будут общаться? Все вокруг горят на русском. Вот, и для того, чтобы язык нормально функционировал, самодостаточно, он должен быть либо изолированный, где-нибудь они, там, в джунглях, на острове, да, там, на горе на какой-нибудь сидят изолированный, и кроме себя никого и не знают. Тогда, да, этот язык будет бесконечное количество времени существовать. Либо он должен быть просто очень большой, ну, там, сколько-то миллионов человек, ну, там, хотя бы пару миллионов человек, чтобы было с кем общаться и кому, вот, как бы, поддержать этот свой язык. А когда это 200 человек в окружении миллионного населения другого и нет никакого внятного барьера, изолирующего, да, и когда-нибудь там браки заключают, и все, ну, по инерции он еще какое-то время будет существовать, а потом раствориться. Ну, это трагедия любых малочисленных языков. Ну, вот, на самом деле, абсолютно каких угодно. Ну, вот, нам с вами проще, потому что мы говорим на русском языке, на котором говорят миллионы людей, да, там, сотни миллионов, ну, там, сто миллионов, что точно говорит, там, больше сто. И в этом смысле, как бы, хорошо. А если, там, вепсы, допустим, сидят, да, там, в двух деревнях, и, ну, с кем они будут общаться, что понятно, что они будут с русскими, в основном, говорить на русском языке. Ну, и вепский язык шансов особо не имеет. Даже если вот целенаправленно изучать, в школе всех заставлять учить, но они его выучат искренне, да, они будут даже понимать, что, да, это наш родной язык, история, все дела. Но если можно на этом родном языке поговорить, там, раз в неделю с кем-то, и зачем, как бы, да, когда гораздо проще общаться с кучей, там, миллионами других людей на вот каком-то распространенном языке. Ну, и то же самое с индейскими языками. То есть пока они сидят в этом кусочке джунглей, говорят на своем, то да. А смотрите, вы говорите, что они говорят на определенном участке, на своем языке. Они полностью, например, закрыты. Мы начинаем с того, что только миссионеры прилетают туда к ним и первый раз с ними сталкиваются. Откуда они могли знать их, язык, потому что там одна из сестер главных героев, она его прекрасно знает, изучает и так далее. Как она его может изучать, если они абсолютно закрыты от цивилизации? Ну, а там есть несколько способов технически, да, как это в принципе происходит. Ну, обычно миссионеры так или иначе заселяются к этим индейцам каким-нибудь и изучают этот самый язык. Иногда на это годы уходят и всегда находится какой-нибудь фанатик, который туда заселяется и учит. Ну, про пираха индейцев такая чудесная история есть, когда тоже вот такой миссионер заселился, выучил там какой-то дико сложный язык и потом проповедовал. Потом забил на миссионерство, кстати, жена у него там так осталась миссионеркой, а вот в итоге как раз от этого ушел и просто стал по сути делать этнографом. Ну, это вот пираха в Бразилии. А в этом случае там была-то как раз индианка, которая там в начале фильма, она там сбежала и так далее, да, а потом она оказалась в этих самых миссионеров, и она вот стала этим мостиком как раз. Ну, вот она вот эти слова могла переводить. И вот через нее потом вообще не это и шло. Ну, и через вот эти жен миссионеров, которые тоже нагло вперлись, как бы, да, и стали всех там учить. Ну, вот, а поначалу, понятно, очень так с трудом всегда это происходит. Но еще заканчивая идею про язык, когда я говорил, что вот язык имеет мало шансов на сохранение, это устный язык, а у письменного языка еще меньше зона применения. То есть, по сути, вот этот письменный, новосозданный язык, письменность, да, миссионерами, она с точки зрения миссионеров нужна только для того, чтобы они читали Библию. Все. И вот сколько в Библии слов есть, ну, там много, но все-таки ограниченный запас, да, а современных слов там нету. Там есть про количество слов, например, ну, там, кто-нибудь там ехал на осле, и там какая-нибудь, там, оливки какие-нибудь, да, упоминаются, ну, или что-нибудь такое. Но у индейцев нету ни ослов, ни оливок, и там горлица какая-нибудь там принесла ветвь, да, а у них нету горлиц, ну, там, свои птицы какие-нибудь, там, попугаи, я не знаю. Ну, вот, и как бы смысл вот этого языка письменного, он чрезвычайно ограничен. А индейцам не надо друг другу письма писать, они живут в этой деревне, и все друг друга и так знают, они словами скажут. А если они будут общаться с кем-то, они будут не этими, ну, не на своем языке письма писать. Ну, для кого этот письменный язык-то, он кому нужен-то? Вот это, кстати, даже у нас были с этим проблемы. У нас же тоже практически для всех народов, ну, еще в масштабе СССР, да, были созданы письменные языки. Но они тоже очень быстро затухали, потому что, ну, если в народе 200 человек, создать письменность можно, и можно даже придумать, там, алфавит, все дела, да, там, газету издавать, на радио там вещать. Но когда это для 200 человек, оно быстро исчезает, ну, просто не нужно, просто практически смысла нет. И вот миссионеры, они свою цель преследуют, а у них есть своя цель. Поэтому они довольно быстро все переключаются на какой-то местный глобальный язык, ну, государственный, там, ну, испанский в частности. А остались ли участники этого племени сейчас, которые живут не в цивилизации, а именно в тех же диких условиях, в которых они жили до этого, до вторжения миссионер? Таких уже, по сути, ну, вот конкретных всех воданий нету. То есть там есть, конечно, эти группы, которые, ну, более-менее как-то еще диковато живут, но уже далеко не так. То есть они все перебрались в цивилизацию уже абсолютно? Ну, как, они не могут все прямо сняться из леса и перейти, да? С самолетом. Вот, но цивилизация влезает к ним. И все-таки они уже пользуются, там, металлическими орудиями, у них там какие-нибудь миски, там же стены, да? Они там спичками пользуются. Вот. И в этом тоже, в своем роде, трагедия. Потому что все это производить они не могут. Получается, что свое они потеряли, а они теперь зависимы от вот этого экспорта снаружи, да? То, что к ним туда приходит. Вот. Но им мало чего, они мало чего могут дать. То есть они-то производят вот эти продукты леса, да? И получается, что они по определению нищеброды. И шансов выбраться у них практически нет. Либо они вылезают из своего леса и уходят в город. И то там с большими трудами, как бы, да, цивилизуются. Потому что, ну, у них нету никаких предпосылок к этому. И это еще на несколько поколений должно пройти. Вот. Либо они на положении вот каких-то полубомжей, по определению оказываются. Вот. Есть, конечно, отдельные группы, которые идейно сохраняют первобутную жизнь. И где-то там в лесу тусуются, и вот не контачат из принципа. Такие периодически тоже находятся обязательно. Но это буквально отдельные семьи. Ну, это как у нас тоже какие-нибудь староверы, допустим, да? Там в скиту каком-нибудь засели, и вот там пашут с охой, там придут с его руками, да? Там ткут на станке каком-то деревянном. Но это погрешность, по сути дела. Ну, то есть они никогда из этого состояния не выйдут, потому что искусственное вот это уход в первобытность какую-то, да, в архаику, ну, он ни к чему хорошему не приводит. Потому что должно быть какое-то развитие. Вот. А если мы искусственно это сохраняем на каком-то определенном уровне, и говорим, нет, мы не будем пользоваться железными ложками только деревянными, да, или там из какой-нибудь соломы, там, что-нибудь такое делать будем. Ну, вот. Но это искусственное ограничение. Ну, то есть мы же тоже когда-то пользовались деревянными ложками, да, и сейчас там у многих где-нибудь на кухне там валяется, может быть, в качестве прикола. Ну, вот. Но мы как бы выстроили свою цивилизацию, и теперь они у нас металлические, гораздо лучше, ну, эффективнее. Ну, вот тоже раньше ездили, я не знаю, там, ну, бегали пешком вначале, да, потом на каких-то собаках, на, там, не знаю, оленях-лошадях, на санях, на телегах. Ну, теперь все-таки на автомобилях, ну, это реально просто эффективнее. Ну, вот в данный момент, ну, нефть кончится, будет снова на конях, да, но сейчас вот выгоднее все-таки на машине. Реально просто тупо быстрее. Ну, вот, чтобы я, допустим, сегодня проснулся с утречка в городе железнодорожное, да, и оказался в городе Москве вот сейчас. Для этого я сел на электричку, потом сел на метро, ну, и потом от метро тут два шага дошел до студии. Если бы я был каким-то там мега-старовером, и сказал, нет, только сани, да, и вот я бы перся из этого своего железнодорожного, ну, сколько там, километров 30, допустим, да, я не знаю. По какой дороге? И как бы я бы это делал, да, вообще, вот. Ну, вот эти искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят. Поэтому бывают индейцы, которые целенаправленно так себя ведут, и не только индейцы, и не только эти, а и там в Бразилии таких хватает, и эти аборигены австралийские были такие, пытались, ну, по-моему, сейчас уже кончились. То есть на Новой Гвинеи такие точно есть абсолютно, папуасы, которые вот такие староверы тоже, там, я буду только с каменным топором, и только голышом, да, и вот одежду я не признаю, а огонь я буду добывать только каким-то пучком травы, вот, а спички нет, это не про нас. Ну, в качестве этнографического прикола это здорово, да, то есть всегда турист может приехать и сказать, о, прикольный как бы чувак там с каменным топором, вот, но он сам-то тоже никуда не двинется, вот, но, вот я говорю, тут трагедия получается, потому что он и цивилизоваться не может, потому что у них численности просто не хватает, ну, если жить диким образом, ну, никогда не будет большой численности. Ну, вот, если он что-то заимствует, он заимствует уже заведомо гораздо более крутое, и тогда получается разрыв вот этот от первобытности к цивилизованности, и вот ни то, ни сё, как бы и оставаться в первобытности плохо, и резко влезть в цивилизацию не очень получается, честно говоря, должен быть какое-то плавное развитие. Ну, вот Стругацкий с этими своими, там, цивилизаторами, да, вот как раз вот эту идею поднимали, и оно вот и так криво, и так косо. Но это всё-таки победимо. То есть, как показывает практика нашей страны, вот, опять же, там, с царских времён, да, там, советская власть, нынешняя, можно. И сейчас тоже у нас есть ильневоды, да, где-нибудь там, вот, не знаю, на Таймыре, там, ненцы с оленями кочуют, ну, потому что там ничего другого делать невозможно. В тундре, ну, только вот оленей пасти, а что там ещё будешь делать? Ну, или там газ добывать, да, ну, газовики, это уже такой образ жизни, всё-таки своеобразный. Ну, вот, но ненцы всё-таки, они все сейчас грамотные, они все там нормально обуты, одеты, у них есть медицина, они могут получить образование, то есть он может пасти оленей, если хочет, а может поехать в город, там, пойти в какой-нибудь там техникум, университет, там, куда угодно, да, и начать работать в городе, никто ему не запрещает. Ну, вот, вот так можно, а может любой другой человек приехать и начать пасти оленей. Ну, это будет сложно, потому что всё-таки это такая специфическая деятельность, если с детства этим не заниматься, ну, это не просто, прям, скажем, ну, просто вот, если бы я, допустим, приехал, я бы не знал, с какой стороны к этому оленю подойти, что с ним делать-то вообще, да, что ему вообще в жизни надо, вот, а там свои нюансы есть, между прочим, вот, это кажется, что, ой, там первобытные, там, чуваки с оленями, да, это такой примитив, а это не такой уж прям примитив, вот, ну, вообще пасти оленей сложнее, чем читать лекции по антропогенезу, читать лекции, господи, учебник прочитал, да читай, вот, а пасти оленей там надо ещё и руками уметь делать, но у них есть возможность сделать так делать и так делать что-то еще вот а вот если государство к этому нормально не подходит как в латинской америке чаще всего происходит но там выбор ту индейцев особо нету вот то есть либо они остаются дикарями это придут какие там добывать добытчики каучука или там какой-то железного красного там особо клевого дерева и подстреляют всех этих идейцев до или там насильных цивилизуют или вот эти миссионеры которые без спросу там припрутся заселятся и скажу сейчас мы вам расскажем как правильно ну вот и у индейца выбора то нету ну вот и соблазны есть им же никто не объясняет что для того чтобы хорошо питаться и жить нормальном доме надо учиться трудиться и что-то такого достигать вот тем более что если строй в принципе то в стране так себе а в латинской америке там как правило он так себе прям скажем ну вот там даже у людей которые выросли в цивилизованных городах шансы стать крутым не таких прям большие ну там не коммунизм как бы да и человек может родиться в какой-то фавиле и он никогда ничего не достигнет даже при том что вот казалось бы вот он в городе живет он родился в нем и все равно будет всю жизнь в трущобах жить ну вот а у индейцев еще ниже как бы стартовая позиция ну то есть он вообще в лесу родился у него шансов то вообще никаких нет никто целенаправленно обучать и вытаскивать как бы из этой дикости не станет вот и в дикости уже не получается эта проблема цену вы очень хорошо объяснили их положение потому что фильм он такой пропагандистский да потому что все хорошо заканчиваем все благолепие но есть же кстати тоже чудесные фильмы документальные про это же самое племя как они живут сейчас и там вот правда жизни показано это те которые остались жить не 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 вот не те которые остались которые в городе те которые в город как раз приехали которые вот живут в этих самых там аналогов фавил каких-то вот их трущобах и очень так не здорово живет но опять же возвращаясь самому самому началу с точки зрения индейцев жить в трущобах это все равно лучше чем лесу на самом деле иначе бы они не жили в трущобах они бы обратно свалили в лес вот но в лесу надо все время ждать что тебя проткнут копьем там надо без конца что-то делать и все время там гоняться за обезьянами какие-нибудь по лесу да и с риском все-таки помирить с голоду у тебя будет гарантированно болезни и ты помрешь точно летом в 30 ну почти наверняка а в трущобах ты можешь не сильно напрягаться но вот тебя все-таки не так уж прям гарантированно прибьют вот ну и уж не копьем по крайней мере да там благородно застрелят там из пистолета какого-нибудь и можно не так прямо сильно напрягаться вот можно там воровать можно подрабатывать это грузчиком каким-нибудь это оказывается равно проще чем в лесу хотя в лесу они на добычу еды тратят там полтора часа а грузчиком он будет работать все время но тем не менее с точки зрения индейца это выгоднее но я думаю вообще мало кто смотрел этот фильм я думаю стоит посоветовать его просмотру потому что он тем более близок реальности ну несмотря на вот эту пропагандистскую как бы всю сторону ну то что он такое явно не сбалансированы в этом смысле он такой очень как сказать ну короче перекошен что вот а миссионеры все-таки благородная замечательная не совсем это так тем не менее фильм шикарный фильм очень хороший по крайней мере если его смотреть так немножко как бы со стороны понимая все эти пропагандистские как бы штампы там правда жизни показано вот достаточно реалистично и мне еще понравилось что там индейцы они показаны не как злодеи не как какие-то благородные дикари вот а вот как индейцы то есть там конечно нету какого-то глубокого погружения там психологию индейцев но тем не менее они вот человеческие люди спасибо вам большое станислав за разбор пожалуйста это был проект деконструкция смотрите кино вдумчиво